Понимаете, есть три силы, которые влияют на нашу судьбу. Это в ведах, это в аллегориях написано. Одной дорогой пойдешь, коня потеряешь. Эта сила называется жизнь в перспективе, то есть, или жизнь в страсти. То есть, как мы живем? Мы верим, что развитие в этом мире мне поможет, деньги мне помогут, квартира, что я как бы становлюсь все лучше, все выше, и выше, и выше. Стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллире дышит бессмертие наших границ. Ну то есть, результат жизни в страсти это раздувание просто эго человека, эгоизма. Человек становится все больше границ. Я как бы вижу вот таких людей, когда я на самолет сажусь, и сначала мне через таких людей надо пройти. Называется бизнес-класс. Бессмертие границ наших. И они себя считают очень умными такими, очень умными. Но на самом деле, как бы, по факту, мне сейчас пришлось с одной женщиной общаться перед лекцией, где-то часа три назад. Она очень большой ученый, ну тот доктор наук там и так далее, много регалий. Когда я пришел, я увидел перед собой скромнейшего человека. В глазах горит истина, как два уголька таких чистых. Я увидел ученого настоящего перед собой. Редкий случай. Настоящего ученого увидел. Такие люди есть у нас в России. Я наслаждался ее взглядом, чистотой. Ловил это общение. И понимал, что есть чистота в человеческой жизни. Есть чистота. Настоящие ученые есть. Также есть настоящие бизнесмены, которые не ходят, как пуп земли. Они просто понимают. Настоящий бизнесмен – это тот, кто понимает, что деньги Бог дал для того, чтобы он сделал людей счастливыми. Деньги предназначены для того, чтобы обогатить это общество, эту страну, сделать всех счастливыми. А не для того, чтобы грести, грести, грести. Ну и что дальше? А дальше будет закономерный результат. Это взрыв. Смотрите, я становлюсь все больше и богаче, и богаче в Москве. И потом в какой-то момент бух и вонь пошла по всей Москве. Ну что, это смысл жизни? Вот ради этого надо жить? Это смысл? Для чего я живу? Деньги, веды говорят, нужны для того, чтобы сделать всех счастливыми. Нет другой цели. Если ты не используешь их в этом направлении, ты будешь чувствовать себя плохо. Не будешь счастливым. Будет много денег – толку не будет в жизни. Но есть нечто выше, чем деньги, понимаете? Это страсть. Человек живет ради денег, значит, он неименуемый, становится гордым просто и все. Потому что очень трудно, имея деньги, правильных использовать. Это сложная вещь. Коня потеряешь означает, друзей потеряешь, близких. Когда человек в страсти живет, он все теряет вокруг. Страсть она что делает? Человека делает жестким, грубым. Времени нет свободного. Не с кем, некогда поговорить с близкими. Человек работает, зарабатывает, а в оборот – работа, оборот – работа, оборот – все оборачивает, деньги работает. Результат какой? Жена не чувствует любви. Дети не чувствуют отца. Человек теряет коня аллегорично. То есть теряет тех, кто рядом с ним находится. Жену, детей. То есть все бизнесмены, они одинокие люди, по факту. Почему? Потому что если даже есть дети у них, они хотят их денег, а не их сами. Папа нужен, потому что он богатый. Жена тоже видит в нем кошелек. Нет любви. Есть просто вот эти отношения кошельковские. И все. Это страсть. Люди в страсти так живут. Нет там никакого счастья. Такой жизни. Чего к ней стремиться? Есть невежественная жизнь. В этой дороге пойдешь, себя потеряешь. Себя потеряешь. А вот смотрите, это страсть, это цветочки по сравнению с невежественной жизнью. Вот просто честно зарабатывать себе на жизнь, там богатеть, становиться успешным человеком, так это цветочки. Потому что в этих деятельностях много хороших качеств развивается. А вот если ты развратом занимаешься, если ты нажрался, как свинья пришел домой, вот здесь уже, извини меня, цветочков не будет. Когда человек живет такой жизнью, несомненно, он теряет себя.